В ночь 17 на 18 ноября на водителя такси парка «Эко-такси» было совершено разбойное нападение. Он успел связаться по рации с диспетчером, но ничего сообщить не смог. «Эко, посмотрите, это третий, где там находится по GPS-у, кажется, на него нападение идет?» «Третий, третий, значит, куда?» «Третий, что с вами? Третий?» «Смотрите, где он нападает, привет!» «Срочно, позвоните ему номер!» «Звоню, звоню ему!» «Третий, третий, где ты? Эко, срочно, по GPS-у смотрите, где он находится у вас!» «По GPS-у смотрите!» Определив местонахождение водителя по GPS, диспетчер на помощь отправил его коллег. «Я первый подъехал сюда. Смотрю, он без осознания лежит. Но я дверь открыл, смотрю, ремнем его душили». «Ремнем каким ремнем?» «Ну, в безопасности ремнем». «Ремнем безопасности, да?» «А как вы узнали, что это произошло?» «Ну, по рации нам, этот, «Бергут» был, по рации. Его душили, голос вышел по рации. И по ориентировке у нас GPS есть. По GPS мы сюда подъехали. Мы смотрим, его душили. Скорый вызвали. Забрали потом». «По словам водителей таксопарка, на таксистов этой компании только за одну неделю было совершено уже три разбойных нападения. Поэтому возить ночных пассажиров становится опасно». «Уже неделю третий раз убрать. За пять дней уже третий. Неделю назад ножевое ранение. За ремень вот у нас, если не одеваешь, гаишника ловит. Надо убрать этот ремень». «То есть вы имеете в виду, что в старое положение его нужно вернуть, да?» «Да». «Иместо водителям такси и сотрудникам не надевать ремни безопасности на Синонопуте, да?» «Да. Именно для таксистов надо убрать ремень и все». «Пострадавшего таксиста медики доставили в больницу скорой медицинской помощи. Полицейские сняли отпечатки пальцев на месте происшествия и собрали другие улики. Сейчас они ведут поиск нападавших. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело». На пульт дежурного Альфарабийского ОРВД в полночь поступило от горожан сообщение о факте хулиганства в одной из квартир пятиэтажки центральной части города. По вызову на место происшествия выехали сотрудники дорожно-патрульной полиции и участковый инспектор. Полицейским сразу бросились в глаза следы прерванного застолья. В квартире находились два парня и три девушки лет 20. Двух молодых людей стражи порядка решили доставить в районный отдел полиции. «Самого зачинщика дебоша в квартире не оказалось. Двух оставшихся парней полицейские для уточнения всех деталей происшествия отвезли в Альфарабийский ОРВД. Если выяснится, что они не причастны к хулиганству, их отпустят домой». Накануне днем на пульт 102 поступил вызов от жителей улицы Рекордный. Дежурному они сообщили, что уже несколько часов под магистральной трубой отопления без движения лежит человек. На место вызова была отправлена оперативная группа. Сюда же прибыли и врачи, которые констатировали смерть мужчины. По одной из версий она могла наступить от переохлаждения. Сейчас по факту смерти неизвестного мужчины ведется следствие. Патрон первого, мы на месте. Ты на нас заработал, включи льду, то скволы полосы. Вызов принят, выезжаем.